Привет, друзья! Привет! Слушайте, видите картина, да? Эта картина называется Старый друг. Старый друг. Сейчас я о ней скажу, а сейчас я вам скажу кое-что. Я начал редактировать книгу, и 1 сентября должен сдать в издательство, и поэтому я в прошлый раз говорил, что у меня не будет так часто, как я был. Ну, поскольку вы все мои друзья, и поэтому и вы для меня волшебное зеркало, когда я читаю ваши комменты, я так радуюсь, это дает мне дополнительный импульс к жизни, вдохновение и все прочее, прочее. Я прямо молодею на глазах. Видите, я помолодел. А все почему? Потому что приходит ко мне старый друг. Старый друг приходит ко мне, который я не видел 30 лет с лишним, и говорит, слушай, ты что такой обросший? Ты всем там еще говоришь, что ты дедушка, да еще и прадедушка, но это хорошо, это почетно, ты молодец. Да, но я тебя все равно люблю, ты не можешь быть в таком положении. Дай, говорит, я тебя постригу. Я говорю, ты что, умеешь, что ли, Сысь? Ну, короче говоря, я, говорит, постригу тебя. Ну, я подставил голову, потому что, ну, что такое мужество? Ну, как говорит мой друг Лев Мелехов, величайший фотограф, да, он говорит, дружба – это вещь круглосуточная. Вот, ну, короче говоря, дружба так дружба, что ради дружбы не сделаешь, и чтобы доказать, как я люблю своего друга, который не видел 30 лет. Я набрался мужества, поскольку я же мужик, и говорю, давай, хотя у меня послезавтра там должна быть ответственная встреча, я должен выглядеть нормально, и несмотря на то, что я мог пострадать, потому что это была такая угроза, такой риск. Ну, да, 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 я помню, как мне однажды тоже в парикмахерской постригли так, что я потом полмесяца на улицу не уходил. Одна была здесь вот, а другая вот здесь вот. Ну, короче говоря, она меня постригла. Просто взяла ножницы и постригла. Ну, вот видите, какой я молодой стал теперь. Вот такой. А теперь насчет старого друга. Старый друг – это картина. Вы не обращайте внимания то, что за картина, я вам ее покажу, то, что за картина. Это следующий этап сегодня. Старый друг – это картина о том, что… Вот видите, вот видите, кружок груди, кружок бокала, кружок стола, кружок трубки, которые он курит. Да, и это, эти элементы повторяемые держат картину целостности. Старый друг – вот она одновременно одета и раздета, и он тоже. И она одновременно здесь, и там, где должна находиться, там. И одновременно здесь. И о том, что любая любовь, она проходит. А вечная любовь – это любовь человеческая. Она всегда остается. Хоть 20 лет пройдет, хоть 30 лет пройдет. И ты при этом молодеешь, как вы понимаете. Вот, ну и вы, друзья мои, когда мне там что-то пишете, как вы рады встрече со мной. А для меня это волшебный зеркал. Я как посмотрел, да как вздохнул, да у меня крылья появились. Да, конечно, я до 1 сентября сделаю эту книгу. И много там будет интересного, или много будет и афоризмов моих новых. И вот я сегодня сказал моему старому другу. Мы долго разговаривали. Я уже новелку успел написать, которая называется «ИТД» и так далее. Вот, ну вы тоже ее потом почитайте, я вам скажу, где ее почитать. Вот, но мы разговаривали, разговаривали. Мой друг очень интересный человек, потрясающе интересный. Иначе мы 30 лет назад, представляете, а теперь вдруг опять встретились. И, как говорится, ничто не забыто. И мы разговаривали, разговаривали, разговаривали. Вот, я сказал, один из моих любимых афоризмов, что жизнь и есть самоотворчество. Что если исключить жизнь, все повторы и сокращения, ну, это и будет наилучшее произведение. Именно так. Именно так. Видите, я ничего особенного не сказал. Я просто показался. Я просто вам всем, друзья мои, вы все мои друзья, любимые, любимые. И, может быть, когда-то я появлюсь у вас в гостях и скажу, мы же друзья, да, да, я тебя подстригу. И кто-то из вас придется в ужасно, подставит голову и снова станет молодой. Ну, я, конечно, шутник, вы знаете. Я, конечно, шутник. Вы тоже иногда шутите. А на самом деле шутка, она украшает беседу, украшает ужин и украшает завтрак. И, кроме того, украшает здоровье. Потому что к жизни всегда так подходишь с юмором. А еще шутка. Она тебя защищает. Потому что если бот какой-то туда заходит, написать какую-то пакость, а потом он слышит, что ты просто пошутил. Да, ему становится неловко. Это очень хорошее средство защиты. И вот когда вы выступаете, и какую-то сказали вещь, кому-то это не понравилось, то вы можете прикинуться, что вы дурачок. Вы знаете что? Скоморохи были у нас. Давно-давно, еще до царя-батюшки. Им позволялось говорить правду. Потому что они были той газетой, которая не печаталась еще. Они переходили из деревни в деревню. Там кувыркались, хохотали. Да, скоморохничали. И говорили правду. Они переносили новости. Именно такие, какие они есть. Но их никто за это не расстреливал. Потому что они шутили. Ну, до встречи, друзья. До встречи.